Привет, ты на канале Адукар и сегодня я буду выступать для тебя в роли пояснительной бригады и расскажу про самую, наверное, горячую новость последних дней о том, что у нас изменяется система выпускных и вступительных экзаменов. Ну что ж, шок-контент, поехали! Подожди, подожди, сначала поставь лайк, подпишись на этот канал и отметь колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всем будет счастье! Сразу скажу, что абитуриенты 22 года могут немножко расслабиться, для вас остается все по-прежнему, однако абитуриенты 23 года уже могут готовиться к изменениям. Давайте же подробно разбираться, в чем же они заключаются. Министр образования уже подтвердил, что в 2023 году выпускники 11-классники будут сдавать вместо и школьных экзаменов и ЦТ только один экзамен. Это упростит процедуру поступления, уменьшит нагрузку на абитуриентов и так далее. Давайте разбираться, какие конкретно мы будем экзамены сдавать и в какой форме. Предполагается, что выпускники будут сдавать два обязательных экзамена в виде централизованного тестирования. Один из них по русскому или белорусскому языку на ваш выбор, а второй по математике. Никаких новых форм изобретаться не будет, это будет классический, типичный тест централизованного тестирования, то есть никаких новых способов подготовки изобретать не нужно будет, готовимся по классике. Однако тут нужно упомянуть, что в этом случае эти экзамены сдают абсолютно все выпускники для того, чтобы получить аттестат. Если мы не сдаем эти два ЦТ, то, соответственно, и среднего образования у вас не будет и дальше поступать вы не сможете. Ну, а если же ты решишь поступать в какой-то росте, тебе, конечно же, нужно будет доздать еще какие-то ЦТ. Пока непонятно, один это или два предмета, какие конкретные предметы нужно будет сдавать на определенные специальности. Но, я думаю, в ближайшее время нам это пояснят. Когда проект будет полностью утвержден. Но уже понятно, что, например, на творческие, сельскохозяйственные, спортивные специальности, филологические, сохранится традиционные внутренние экзамены. Также экзамены внутренние будут сдаваться для поступления на заочную сокращенную формату. Те, кто поступает после колледжа для продолжения обучения, там нужно сдавать два экзамена по специальности. Также еще поделюсь парочкой новостей про поступления, про нововведения. Например, в средние специальные учебные заведения, то есть колледжи, предлагается поступать только по конкурсу документа об образовании. То есть не нужно будет сдавать ЦТ. Сейчас сохраняется еще на некоторых специальности система, когда нужно по некоторым предметам сдать ЦТ. В будущем это хотят отменить. Также момент касается льготов. Хотят принимать вузы без экзаменов не только участников и победителей республиканских олимпиад, но и внутри университетских. Я думаю, у вас, ребята, будет больше возможностей поступить без экзаменов, то есть принять участие в олимпиаде, которая будет проводиться университетом и по этой олимпиаде поступить в конкретный какой-то университет. Я думаю, в принципе, это неплохо. Чуть не забыла рассказать тебе про еще один момент. Это касается поступления по целевому направлению. Сейчас целевики поступают по тем же условиям, что и обычный абитуриент, то есть сдают ЦТ по тем же самым предметам. Однако в будущем планируют для них ввести еще один внутренний экзамен по профильному предмету. Если ты поступаешь на целевое через год, то прими это во внимание. Что такое целевое направление, мы рассказывали в одном из наших видео, ссылочку на него я оставлю в описании. Обязательно посмотри, изучи вопрос. Так как ЦТ у нас остается, к нему нужно усиленно готовиться и абитуриентам 2022 года и 2023. А где это можно сделать классно, весело, продуктивно, на высокие баллы? Конечно же, в Адукаре. У нас есть и онлайн-курсы для тех абитуриентов, которые предпочитают больше такую форму обучения или, например, живет не в Минске. И офлайн-курсы. Наш центр находится на Немиге 5. До нас очень легко добраться. У нас в центре города всегда весело, есть чем заняться. И наш учебный год всегда проходит продуктивно, весело. Мы находим новых друзей и идем с ними к своей цели. Поэтому ждем тебя. Ссылочки для тебя будут в описании. Обязательно перейди, изучи информацию и оставляй заявку. И мы тебя ждем в новом учебном году. Ну, а на этом все. Буду ждать от вас лайк, подписку и обязательно отмечай колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео и трансляции. И напиши, пожалуйста, в комментариях, какие вопросы тебя еще волнуют. Можешь задавать абсолютно любые. Постараемся ответить на каждый. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok